Кубинской поликлинике насчитывается уже 25 лет. Она давно нуждалась в капитальном ремонте. Благодаря Олегу Рожнову в этом году из областного бюджета на реконструкцию медучреждения были выделены деньги. И сейчас депутат лично контролирует ход ремонтных работ. Их качеством парламентарий остался доволен, а вот темп строительства оставляет желать лучшего. По срокам у меня есть большие сомнения, что этот объект будет завершен капремонтом до конца года. Задача, конечно, поликлиника как можно быстрее вступила в строй и люди могли здесь получать медицинские услуги. Поэтому качество нужно соблюдать. Качество подразумевает технологический процесс, технологический цикл с высыханиями, соответствующими стадиями. Здесь, я боюсь, сегодня 20 ноября и до конца года это завершено не будет. Другое дело, что и заказчик, и подрядчик должны искать пути, как сделать так, что поликлиника пусть в начале следующего года, но была завершена, сдана как можно быстрее, но без ущерба качеством. Об отставании по срокам ремонта депутат оперативно сообщил главе Одинцовского района Андрею Иванову. Я бы просил обратить внимание на сроки ремонта поликлиники взрослой в Кубинке. Ремонт, я бы сказал, качество нормальное, то есть то, что сделано, но процент готовности очень небольшой. И вызывает у меня опасение, что люди не смогут получать уже в начале следующего года медицинскую помощь по этому адресу. И сейчас в Кубинке не самая лучшая ситуация, потому что медуслуги в самых разных местах и не в самых удобных помещениях сейчас предоставляются. Что касается здравоохранения, то буквально на этой неделе мы планируем объезд всех объектов здравоохранения. Как раз на повестке основные два вопроса – это сроки и качество. Если в вашем графике будет такая возможность, тоже вас приглашаю присоединиться к этому объезду. Будут представители Минздрава Московской области, а также подрядные организации. Пристально посмотрим на все те вещи, которые вы озвучили. После завершения работ в поликлинике будут вести прием специалисты всех медицинских профилей. Терапевты, кардиологи, гинекологи, эндокринологи и многие другие. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.